Школьники, студенты, учителя, преподаватели и тренеры, все, кто любит бег, пришли 7 мая на площадь перед Тобольскими воротами, чтобы принять участие в традиционной легкоатлетической эстафете на призы правительства Омской области. В этом году на соревнования с 70-летней историей заявились 44 команды, в каждые 14 человек по количеству этапов в эстафете. Легкоатлетическая эстафета на призы правительства Омской области действительно тоже традиционное мероприятие, уже 16-е. Оно достаточно масштабное, достаточно важное для нас, для Федерации легкой атлетики Омской области, для районных команд, потому что районы принимают участие, это очень тоже важно, потому что любой выезд на соревнования, вообще соревнования – это лучше любой тренировки. Первыми стартовали команды школьников. Набережная Тухачевского превратилась в этот день в живописную беговую трассу. Протяженность этапов от 100 до 1000 метров. Лидером на первом отрезке стал ученик Таврической средней школы. Темп, который задал Олег Коскин, поддержала команду тавричан и финишировала первой. Мы готовились дома, хорошо готовились, и палочку передавали, и все. То есть мне понравилось все. Команда была собрана хорошо. Такой восторг, вообще такая радость за свою команду, что все мы так старались, все. Ну, благодаря всем мы как бы победили. Ты в первый раз принимаешь участие в такой участии? В такой, да, в городе, да. Как ты готовишь? Да, да, мы вообще каждый день готовились. Палочку передавали, все, готовились. Я еще дома там с друзьями просила их, чтобы они помогали. Вторыми вышли на старт студенты вузов, СУЗов, коллективы преподавателей и представители клубов любителей бега. Субтитры сделал DimaTorzok Среди вузов лучше стала команда Сибирского государственного университета физкультуры и спорта. Второй стала сборная Омского государственного технического университета. Третий – Омской академии МВД России. На всех дистанциях мы первые были. Для вас это победа? Для университета это очень главная победа. Они очень довольны, что мы выиграли. Мы всегда занимаемся в течение года, мы все вместе тренируемся. Все же легкоатлеты у нас, поэтому сплоченно все готовились. Надеялись первые, но ладно, вторые тоже хорошо. В группе СУЗов победу одержала команда Сибирского государственного училища Олимпийского резерва, которая почти каждый год становится лидером эстафеты. Второй стала сборная Омского педагогического колледжа, третий – Омского колледжа профессиональных технологий. Среди коллективов преподавателей и клубов бега лучше стала команда «Ранмастер». Второе место заняла Федерация биатлона Омской области. Замкнула тройку призеров дружины «Сипковка». Готовимся очень долго, потому что у нас в команде есть как и любители, как и профессионалы. Каждый готовится к своей дистанции. А здесь решили просто объединить всех сторон эксплуатеров, и марафон готовится, чтобы поднять дух команды перед следующими соревнованиями, перед следующим сезоном. Победители призеров наградили медалями и кубками. Помимо этого, каждому участнику вручили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова